В преддверии светлого праздника на рынках и в магазинах продуктовый бум. Что должно быть в пасхальной корзине и во сколько она обойдется в этом году, узнавала Анастасия Кожушка. Плетеная корзина считается одним из главных атрибутов ночной пасхальной службы. Говорят, что она ежегодно должна быть новой. Цены на корзины разные. Вот такая будет стоить примерно 50 гривен. Если вы хотите корзинку побольше, она обойдется в 250. Ну, а мы возьмем среднюю за 150. Чтобы испечь 5 небольших куличей, нам понадобится килограмм муки. Это примерно 10 гривен. Столько же сахара плюс 15 гривен. Литр молока стоит 12 гривен. Десяток яиц 20 гривен. 150 граммов изюма обойдутся в 25 гривен. И кондитерская посыпка примерно 10. Итого 5 пасхальных куличей обойдутся в 133 гривны, а один – 27. Паски стоят от 10 и до 100 гривен. Цена зависит от размера и оформления изделия. Мне понравилось вот это. Ну и какая паска без крашенок. Тратим 20 гривен на 10 яиц и докупаем наклейки. Они обошлись нам в 2 гривны. Несмотря на то, что светить нужно только куличи и писанки, люди приносят в церковь различные продукты. Из года в год религиозные традиции переходят в пасхальные мифы. Так, к примеру, многие считают, что… В корзине обязательно должен быть молочный продукт. Мы возьмем кусочек сыра. Одним из мифов является и то, что на Пасху принято употреблять хрен, перетертый со свеклой. Говорят, он для крепкого здоровья и долгой жизни. Небольшая баночка стоит 6 гривен. Светить несут и мясо, как символ окончания поста. Колечко колбасы, кусочек ветчины или сала тоже обязательно должны быть в корзине. Подобьем итоги. Сама корзина 150 гривен. Кулич 27. Десяток яиц вместе с наклейками 22 гривны. Сыр 24. 6 гривен за хрен. Колечко колбасы 61 гривна. В итоге для вот такой пасхальной корзины вам понадобится почти 300 гривен. Анастасия Кожушка, Алексей Пережирин, Седьмой канал.